Министр цифрового развития Казахстана Багдад Мусин заявил, что цифровая платформа, которая вскоре внедрится совместно с российским Сбербанком, будет обсуждаться в широком кругу экспертов. Их выбрали в Министерстве цифровизации Казахстана. А вот обычные граждане, которые далеки от всех технических нюансов, на обсуждение попасть не смогут. Национальная палата предпринимателей Атомикен разослала список IT-спецов, которые хотели бы принять участие в этом обсуждении. Мы выбрали экспертов из этого списка, добавили сотрудников нашего министерства и утвердили их. Этот экспертный совет сейчас будет активно работать. Публика не будет участвовать, сейчас я вам на примере приведу. В настоящее время мы строим базовые станции на основе технологий Huawei. Думаете, люди лучше понимают? Что лучше, Huawei или Nokia? Или может другая компания? А специалисты понимают. Так что будет обсуждение с экспертами и специалистами, и мы решим все важные вопросы и нюансы, сказал Мусин на брифинге в Центральной службе коммуникаций. А при этом он придерживался мнения, что общественность должна решить один вопрос. Нужна ли Казахстану цифровая трансформация? Но сам он тут же ответил, что и здесь даже не надо спрашивать, потому что это необходимо, ведь все хотят избавиться от бюрократических процессов, чтобы функции органов власти стали прозрачными, а услуги быстрыми и удобными. Напомним, премьер-министр Аскар Мамины, глава группы компании Сбербанка Герман Греф подписали 3 сентября протокол о намерениях сотрудничества в реализации проектов цифровой трансформации государства. Также они обсудили модель платформы оцифровки и концепцию правительства, основанную на цифровых данных. Кстати, несколько дней назад в социальных сетях распространились фейковые новости, мол, ИГОВ с 1 ноября передаст на платформу Сбербанка. Эту информацию уже прокомментировало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. По мнению ведомства, сообщение неверное. А всю достоверную информацию по этому поводу любой казахстанец может найти на сайте информационно-правовой системы. Есть меморандум о сотрудничестве между ИГОВ и Сбербанком. В документе есть предварительные детали. Макса Тулигенов, официальный представитель министерства, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Люди манипулируют этой ложной информацией, поэтому он призвал других репортеров перепроверить информацию и доверять только официальным источникам информации. В Казахстане нашлось немало людей, которые остались недовольны сотрудничеством с российской компанией. В сети раз за разом всплывают фейки, мол, всю информацию о казахстанцах теперь будут знать и русские. Правительство всеми силами пытается развенчать эти мифы.